На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! Сегодня тремя поединками стартовал восьмой тур чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. В столице сыграли энергетик БГУ и Минск. В Гродно встречаются Неман и Батэ. Мозырьское славе в гостях борются за очки с Городеей. В турнирной таблице команды разделяют шесть позиций. Мозыряне на восьмом месте соперник на четырнадцатом. Футбольный клуб «Гомель» свой поединок восьмого тура проведет на домашнем газоне. Соперник – Жодинская торпеда «Белас». Поединок на стадионе «Центральный» состоится завтра. Начало в 17.45. В турнирной таблице «Зелено-белое» на десятом месте. Торпеда на пятом. Игровая программа восьмого тура завершится в воскресенье 19 мая. Шестой тур футбольного чемпионата Беларуси в первой лиге состоится завтра. Речицкий спутник сыграет со слонимом. Домашнюю игру дружина из Речицы проведет в Гомере на стадионе «Сдюшор» номер восемь. Начало в 16.00. Светлогорский химик в Бобруйске встретится с местной Белшиной. Гомельский локомотив также отправится на выезд. Соперник – Лида. В предстоящий уикенд в Могилевском спорткомплексе «Олимпиец» пройдут матчи финала четырех розыгрыша Кубка Беларуси по гонболу среди мужских команд. Завтра состоятся полуфиналы. Гомель сыграет с БГК имени Мешкова. Хозяева гонболисты Машеки поспорят за выход в финал со столичным СКА. Неудачники стадии 1-2 финала в воскресенье оспорят бронзовые награды турнира победителей. Главный трофей. Элегантность и точность движений. В Гомеле проходит республиканская матчевая встреча по выездке. Соревнуются юноши и девушки 2003 года рождения и моложе. Областной центр Олимпийского резерва по прикладным видам спорта впервые принимает подобные состязания. Кроме хозяев участвуют спортсмены из Витебской, Гродненской и Минской областей. Всего пять команд. Особенность соревнований в том, что выступают всадники на лошадях, которых получают по результатам жребия. И тут на первый план выходит мастерство и опыт спортсменам. За полчаса, отведенных регламентом, он должен найти подход к лошади, чтобы после на арене выполнять сложные элементы выездки. У каждой лошади свой характер. И надо настолько быть опытным, ну не опытному, а найти подход к каждой лошади. И чтобы найти с ней за полчаса, дается ровно полчаса, за эти полчаса надо найти с ней контакт, чтобы договориться, чтобы сделать все элементы, которые положены. А судьи уже будут оценивать, какой всадник правильно воздействует на лошадь, как он на нее воздействует, находит ли он с ней доверительные отношения или нет. Победители и призеры станут известны завтра. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.